Уважаемые телезрители, мы продолжаем прямую трансляцию с площадки Санкт-Петербургского политехнического университета, где сегодня проходит Северо-Западный промышленный форум, посвященный десятилетию работы представительства Госкорпорации Рустех в Санкт-Петербурге. У нас в гостях новый эксперт, это Игорь Игоревич Тимошков, председатель фонда развития Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь Игоревич. Расскажите, пожалуйста, о своей работе и почему вы посетили этот форум. Ну, во-первых, я, конечно, хотел поздравить Ростех, представительство Ростеха, господина Гурова и весь состав представительства с десятилетием, безусловно, с той проделанной работой, которую вы делали. Вы представляете уже Ростех не просто как организацию, а уже как конкретные лица, с которыми можно сотрудничать уже по человеческим основаниям. Еще раз с праздником вас. Что касается нашей организации, я представляю фонд развития экономического университета. Организация создана пять лет назад, как некоммерческая. Мы занимаемся организацией на внебюджетные деньги, на деньги спонсоров, на деньги крупных промышленных предприятий, грантами, которые используются нашими учеными в плане сращивания экономических, разработок экономических моделей, экономических проблем для промышленных предприятий. Потому что основная проблема высшего образования – это оторванность от задач экономики, от задач промышленных предприятий, и фонд основной своей целью является налаживание этих контактов, использование потенциала науки, потенциала высшего образования для промышленности Российской Федерации. Возможно, для выходов на международные рынки, потому что основная проблема, которая сейчас поставлена государством перед промышленными предприятиями – это, конечно, вопрос конверсии. Как вы знаете, до 50% будет объема производства через несколько лет выводиться на необоронные вещи. И тут надо понимать, что мы выходим на вопросы рынка, а вопросы рынка – это вопросы себестоимости, это вопросы маркетинга. Это вопросы экономики прежде всего. Поэтому использовать потенциал разработки, которой мы занимаемся в виде грантов для ученых, для студентов, безусловно, важно для промышленных предприятий. Игорь Игоревич, а кто является инвесторами вашего фонда? У нас основной инвестор – это, конечно, «Газпром», председатель попечительского совета университета – это господин Миллер, а председатель попечительского совета фонда – это ректор университета Игорь Анатольевич Максимцев. А какого рода проекты уже были поддержаны в вашем фондах? Мы финансируем различного рода проекты для экономического университета. Это вопросы стратегического планирования, мы дали несколько грантов. Это вопросы разработки экономики здравоохранения для студентов, для преподавателей, для ученых. Это вопросы международного позиционирования предприятий российской промышленности. Это вопросы для гранты, для университета, для того, чтобы студенты приходили в современный вуз. Поэтому финансируем развитие материально-технической базы университета. А каким образом происходит отбор проектов? Каковы основные критерии? Ведь, наверное, очень много желающих получить поддержку. Вы знаете, на самом деле, я могу так сказать, что желающих, конечно, много, но степень проработки грантов, их подготовки, она не всегда соответствует высоким требованиям. Потому что мы достаточно хорошо общаемся с международными структурами, и у нас отбор идет по международным стандартам. — Скажите, а как выстраиваются отношения с промышленными предприятиями? Вот экономический вуз, да, у вас сильная кафедра, наверное, маркетинга. — Да, безусловно. — А с другой стороны, сейчас одной из ключевых задач является диверсификация ОПК для выпуска гражданской продукции. Что это значит? Это научиться понимать рынок, находить нишу, упаковку продукта делать и так далее. — Анатолий, вот тут вы сказали очень важную фразу — это понимать. Поэтому тогда, когда предприятия понимают, вернее, руководство предприятия понимает, это психология. Поэтому перед тем, как взаимодействие начинается на уровне экономической разработки, надо подойти к уровню взаимодействия человеческого, потому что руководство предприятия должно доверять то, что ты предлагаешь им. И тогда, когда оно понимает на уровне доверия, мы переходим к уровню экономической разработки. Вот такой несколько с другой стороны подход. — А есть ли у вас уже опыт участия в проектах по развитию предприятий, например, благодаря тем инструментам, которые есть и тем компетенциям, которые существуют в экономическом университете? — Да, но у нас огромное количество же кафедр. Я вот на сегодняшний момент конкретно не буду говорить, потому что это все-таки немножко такая коммерческая тайна. Но я могу сказать, что, во-первых, у нас все студенты на магистратуре проходят практику на предприятиях. Во-вторых, у нас очень тесное взаимодействие ученых с предприятиями, потому что экономический университет, ну, он, во-первых, вошел в 20 крупнейших вузов, во-вторых, мы включили в себя три крупных экономических вуза, в том числе инженерно-экономический. Поэтому взаимодействие с промышленными предприятиями и через фонд, как грант, это внебюджетное финансирование, и через бюджетное финансирование оно происходит постоянно. Скажите, а как строится работа по отбору проекта? То есть существует, возможно, какой-то сайт, и студенты, или аспиранты, магистры могут на него зайти, прочитать условия возможности участия в поддержке своих собственных проектов? Да, у нас есть сайт фонда, на него всегда можно зайти, там выложены все условия по тем требованиям, которые вы можете учесть в предложениях на получение гранта. А участником может быть только студент? Нет, нет. Или преподавают? Какие критерии? Мы, безусловно, заинтересованы, конечно, в уровне подготовки студентов, но мы совершенно не ограничиваемся только студенческим сообществом, аспирантским, но и помогаем ученым, молодым ученым, состоявшимся, именно получение грантов и взаимодействие с экономикой. Еще раз повторю, это наша главная задача. Скажите, а какое вы получали образование и как оно вам помогает сегодня в жизни? Ну, я на самом деле заканчивал Ленинградский государственный университет по специальности экономическая география, поэтому вопрос территориального размещения производства для меня очень близок, очень важен и очень интересен. Ну и в завершении, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям и нашим участникам нашего форума? Ну, я, конечно, хотел бы пожелать радости, удачно встретить Новый год, до которого осталось два месяца. Ну, а Ростеху я хотел бы пожелать еще не одно десятилетие, и я надеюсь, что мы встретимся на вашем 50-летии представительства в Санкт-Петербурге. Спасибо, Игорь Игоревич, спасибо, уважаемые телезрители. У нас в гостях был Игорь Игоревич Тимошков, председатель фонда развития Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Мы продолжим наш эфир через некоторое время, будьте с нами.